К чему снятся дёсны? Мы с вами уже рассматривали, к чему снятся зубы. Зубы очень часто снятся к угрозе смерти или к здоровью, то есть про наших родственников. Если они здоровые, хорошие, значит родственники наши здоровые, хорошие. И ближайших знакомых. Может быть даже и не ближайших знакомых. Но очень редко зубы снятся именно к своей смерти, к своей болезни. В основном это чужое. Но вот про дёсны так сказать нельзя. Дело в том, что дёсны это вы уже сами. Уже на вас может идти информация. Что такое дёсны? В дёснах они поддерживают корни, они скрывают корни. Это может быть корни каких-то проблем. Это может быть корни болезней. То, что скрыто. Но имеет свой корень. Поэтому тут может быть именно связано с родственниками по корням. Это не обязательно родственники по крови. Это по корням могут быть. Это дальние родственники. Они могут обозначать дальних родственников. Или же это может быть сон именно на вас. Поэтому здесь, так как из дёсн обычно дёсны держат зубы, поэтому очень часто дёсны показывают или на здоровье, или на болезнь, на состояние нашего организма. Поэтому вот смотрите. Женщина видит, что у ней зажатался зуб. И дёсна вспухла. И под ней как бы вот что-то проникло туда. Насколько она поняла, рассказывала, что-то проникло внутрь дёсны. И поэтому она начала даже кровоточить. На следующий день она пошла в парикмахерскую и хотела сделать маску для волос. Маска была то ли кислотная, с какими-то там приправами, перец был. И вдруг у ней вся кожа начала покрываться красными пятнами. Вся кожа. У неё пошла страшнейшая аллергия. И зуб зашатался во сне. Это была угроза. Угроза очень тяжёлые заболевания или ещё что-нибудь. Это показано было. Поэтому она быстренько ей вкололи, будем говорить так, про аллергические препараты. И вот она мне рассказала такой сон. Больше она такие маски себе не делала. Поэтому сон, который уже прошёл, мы уже отслеживаем. Что опухшие дёсны, вот она говорит, увидела опухшую десну. Десна вспухла внезапно при том. И внутрь что-то попало. Поэтому здесь мы можем растолковать опухшие дёсны. Торсон уже исполненный. Это как аллергия. Но так как там корни идут, значит может быть по корням, это может быть болезнь. Может быть по роду, который проходит. Именно аллергия. Хотя вот опухшие дёсны, просто видеть опухшие дёсны, могут тоже показывать именно предрасположенность рода опухолевым заболеванием. То же самое, как и язвы. Если вы видите язвы на своих дёснах, значит по вашему роду может идти язвенные какие-то болезни. Почему? Потому что зубы, особенно если рядом с вами находится врач, который проверяет ваши зубы. Это уже говорит о, может быть, ваших заболеваниях. Ну а чёрные дёсны, это тоже самое может быть и к депрессивным состояниям может быть. Если зубы выпали, вы видите пустые дёсны, может быть это какие-то родственники от вас уедут. Это может быть даже ваши и дети могут уехать. Если болели дёсны, то здесь боль, ключевое слово боль. Значит болезненные какие-то могут быть расставания или разборки с дальними родственниками. Потому что корни это дальние родственники. Это может быть двоюродная бабушка, тётя и троюродная какая-то. Вот именно здесь. Если это кровавые дёсны и болели, это ближайшие родственники. По роду это может быть мама, брат, сестра. Вот где-то вот таким вот образом. Может быть тётка. Это тоже ещё ближайшие такие идут. Но если, например, воспалённые дёсны, значит надо всё-таки посмотреть болезни. Воспаление может быть. Если зубы у вас не болят, значит там большая вероятность, это проверяйтесь по-женски. Воспаление может быть по-женски в этом отношении. Если кровоточат дёсны, вы видите во сне кровоточащие, это кровь, так как они находятся во рту, это информационная вещь. И поэтому, может быть, узнаете какую-то информацию про родственников или может с ними где-то разговаривать. Если же вам всё-таки вы увидели дёсны, которые у вас здоровые и хорошие, значит по вашему роду идёт крепкое здоровье. Именно по роду. Потому что корни, корни, корни зубов находятся именно за дёснами. Ну вот ещё хотелось бы рассказать сон, который я в интернете, кстати, прочла. Мужчина пишет, мне приснился сон, половину дёсен без зубов, а половина с зубами. Чему это может быть? Ну вот ключевое слово, половина. Информация идёт у него на его половину. То есть на его жену. Это говорит о том, что дёсны где-то без зубов, может быть, где-то есть то, что половина уже где-то рода могло умереть. А половина ещё жива. Может быть, именно так. Информация шла на его вторую половину. Включаю фразу. Половина. Сновидение – это королевская дорога в подсознании. Зигмунд Рейд.